слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель господь и бог наш сатана раздел людей бесстыдно делает не давая людям уверовать в бога господи господи помоги им это адам был голый в раю и он не знал греха и нас пощади милости твоею ибо люди собираются для прелюбодеяния блуда пьянство разврата откройся им господи статье твоей дабы не поняли что тело наше это храм твой и мы даже беречь его то сквернение милость твоя велика господи и терпение твое есть долго терпение но и оно кончится и наступит последний час мира ты послал сына своего иисуса христа который воплотился от духа святого и марии девы вочеловечился и умер на кресте голгофском за нас простить грехи наше вера есть осуществление ожидаемого и уверенности невидимым аллилуйя ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы все верующие на него не пойми на жизнь вечную господи боже наш слава тебе хвала тебе милосердный создатель велика милость твоя господи мы благодарим тебя и за этот новый воскресный день которого никогда еще не было во вселенной и мы не знаем что ожидает наполнен сердца наше слышанием слова божия и святого евангелия из послания апостолов они предсказывают что всем нам надлежит предстать после смерти на судилище христово чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородного дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную ибо не послал бог сына своего судить мир но чтобы мир спасен был через него господи пошли добрый благовестников миссионеров христианам язычникам и иудеям мусульманам и буддистам и всех объедини любовью твоею дабы познали люди как ты близок каждой душе которая ищет тебя мы верим в тебя и поклоняемся тебе наш господь мы ждем твоего пришествия избави нас от всего что не славит тебя будь милостив пощади народ твой господи коснись сердца правителей дай им страх твой святой дабы мудро управляли издавали добрые законы дабы люди достойно могли прожить жизнь имея на пропитание и одежду и из чего подать милостыню косни сердце владимира димитрия дональда рамзана петра александра эрдогена амана сохрани их от покушения на них продли их жизнь на добро ибо нас начальствующих будет строгое взыскание на суде божий неверующих ожидают огонь вечный и мука вместе с сатаною в озере кипящим огнем и серою а верующие будут со христом царствовать царстве небесном аллилуйя слава тебе ты сам сказал ты есть путь истина и жизнь никто не приходит к как только через него через христа ибо нет другого имени данного человеком который надлежал бы нам спастись аллилуйя дай нам мир в душе самими собою дай нам мир между ближними и дальними и дай нам мир с богом аллилуйя господи в этот воскресный день мы собираемся прославить твое всемогущество твою силу радость которой ты объявляешь сердца людей сохрани детей в послушании родителям которые знают бога и учат по слову божию сохрани детей сирии брошенных одиноких покинутых и голодных господи возьми о них заботу и нам укажи кто нуждается в нашей помощи будь милости к нам владыка благодарю тебя за пройденный путь моей жизни благодарю тебя господи что всюду ты показывал мне добрых людей среди всех где ты провел меня по тюрьмам и лагерям за слово твое слава тебе господи слава тебе ты располагал сердца начальствующих врачей охранников и неведомых мне людей другой национальности другой веры ибо любовь твоя превыше всего аллилуйя благодарю тебя господи что вернул мне здоровье и выкрученные руки у меня снова работает слава тебе аллилуйя благодарю тебя господи за слово твое которое ты оставил на земле чтобы люди знали его солом 96 господь царствует да радуется земля да веселятся многочисленные острова облака и мрака крест его правда и суд основания престола его перед ним идет огонь и вокруг попаляет врагов его молнии его освещают вселенную земля видит и трепещет горы как воск тают от лица господа от лица господа всей земли небеса возвещают правду его и все народы видят славу его да постыдятся все служащие стуканом хвалящиеся идолами поклонитесь пред ним все боги слышать все он и радуется веселиться щель юдины ради судов твоих господи ибо ты господи высок над всею землею превознесен над всеми богами любящие господа ненавидьте зло он хранит души святых своих из руки нечестивых избавляет их свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье радуйтесь праведное о господи и славьте память святыни его аллилуйя вы кажется хотели что-то спросить здравствуйте здравствуйте храни вас господь и вас также слава богу храм открыт сегодня вот подготовились пойти от служить богу воздать благодарность а а есть за что только бы глаза видели все милости божьи у меня вопрос к вам кем является иисус хрисус сын божий вот когда мы считаем церкви кредо кредо то верует веру и во единого бога отца вседержителя единого творца небу и земли видим уже всем и не видим во единого господа иисуса христа сына божия и же от отца рожденного прежде всех век бога от бога света истина рождена несотворена единосущно отцу им же вся бывший нас ради человека нашего ради спасения шедшего с небес и воплотившегося от духа святой марии девы и вовсчеловечесе распятого за ны и за нас при понтий всем пилате и страдавший и погребенный и воскресшего в третий день по писаниям и вошедшего на небеса и сидящий одесную отца с правой стороны и снова грядущего со славой судить живых и мертвых его же царстве не будет конца вот кто он для нас понятно иисус хрисус бог да он так и говорит а некоторые говорят эти ослышал неоднократно мы беседовали с мусульманами они ролики ставят на я как раз про это и говорю находят мальчишку там и он в толпе задает а на кафедре там мусульманин стоит и он говорит тут у меня товарищ верующий но он христианин как он спасется или нет он говорит а вопрос можно задать так вы его спросите товарища иисус это бог или не бог не сначала так говорит бог все знает он говорит товарищи конечно бог всеведущим знает а если он знает все а он бог да бог теперь смотрите говорит евангелие от марка написано когда спросили когда это будет кончина мира господь иисус сказал никто не знает ни ангелы не сын так знает или не знает вот это место как раз вопрос задан почему по их мнению по человеку он бога человек он не бог только он человек по человечеству не знает а как бог он знает у неверующих христиан у них это эти понятия это отсутствует он бога человек вот когда он молился в гесеманском саду как человек он страшится казни и говорит отец доминует меня чаще сия но как бог он говорит но не моя воля но твоя да будет отец небесный а люди которые этого не знают тайны воплощения тайны которые ангелы не понимали они его не видели а когда увидели когда в яслях вифриемских лежит и поэтому вопроса тут никакого и нет вот мы ездили потому что я попрошу там русского попрошу русского народа они ответили он бог да он не бог он бог второе лицо троицы бог единый в трех лицах у мусульман это отсутствует учение они этого не знаю у нас у нас коран тоже написано вы коран мне что говорить это я на коран одна книга у меня написано мною по сурам аятам разбираю что за 1300 лет они сказали то есть у меня вышло тридцать восемь книг из печати сарат я знаю очень хорошо иисус хрисус когда рожденный был у него был обрезка обрезан был обрезан был восьмой день вот спасибо вот вот правильно вы сказали вот у нас есть дело того чем что обрезание это была тенью будущих благ выдачет тенью иисус хрисус еще в земле вернется или нет вернется судить живых и мертвых когда мне пришлось бизнес беседовать среди мул и имамов собрание их то один из них они вернулись там из хаджа у них сидят тоже такие как у нас лестовки там они были в мекке в медине приехали и один говорит да горе нам оси сын марии будет нас судить я говорю так и написано сядет на престоле славы своей вот мы ездили мистерскую поездку в доме мулы ночевали у нас очень близкие отношения с мусульманами потом пошли в мечеть молились потом в дагестане были комнату для намаза открыли нам специально мы разулись тут но все записали молились амира для дагестана а то в азербайджане были то есть ну нам это не тайна мы знаем как вам возникло это учение мусульман в каком году что было почему очень просто причина одна виновным и не проповедовали куда дошло христианство там мусульманство по сей день нету а как мухаммад умер шестьсот тридцать втором году по нашему это исчислению 632 за шесть столетий ни одного миссионера не послали туда встретились уже под стенами константинополя с мечами вот на днях тут большая беседа была с мусульманин я говорю вы хорошо хран знаете конечно я буду задать вопросы могу задать ну конечно ты меня по библии задавай я библию проповедую но раз ты мусульман и меня спрашиваешь я тебе ответил скажите сколько битвы военных с мечом руках провел мухаммад он не знает покажет как ты меня спросил христа сколько он сказал меч вложи в ножны никто не имеет права вынимать вот мы в россии русские и у нас в армии идут служить но без присяги нас в чечне вы не встретите с оружием мы подстись снаряды не будем а пошли спасать раненого на заминированное поле я пойду туда у нас большая разница я говорю знаете он провел 72 сражения 72 и только два были оборонительных остальное грабил караваны раздавал поровну ну что сравнивать со христом то это небо и земля вот я говорю а кто такой ченгизайтматов но как не значит не дать матова всемирно известный писатель киргизский герой социалистического труда и вот он написал книгу плаха плаха голову где рубят приехал там из литературной газеты видимо журналист и встреча с ним было и спрашиваете его скажите пожалуйста почему у вас главный герой христианин аристар а вы мусульманин потому что говорит мухаммад сделал очень много доброго но не умер за людей а христос умер за грехи людей поэтому это явно несоразмерной величины поэтому беседуя с мусульманами мы им говорим скажите как вы спасаетесь ну хоть раз согрешил согрешил что с грехом делать бог не может за так прощать грехи адам с евой взяли плод вот мы знаем знаем но но плод взяли с дерева счетом уменьшилась плодов то нет а как дальше было дальше просто водами все умирает бог сказал в день в который вкусишь от этого древа познания добра и зла смерти умрешь он умер духовно он стал мертвый не чувствительный к совести и вот теперь адам умер водами все умирает из-за этот плод умерло уже больше ста миллиардов людей это какая шкала да я бы у меня в сад залез ребенок там чужой да ему наоборот еще и за рубашку бензина давал яблок а то 100 миллиардов это бог почему он любовь а теперь во христе иисусе мы спасаемся только веру только веру насколько мусульман приняли крещение приезжают крещение приняли стали христианами домашние объявляют войну объявляют как говорите христиане тоже ислам принимать есть принимают христиане которые христианство вообще не знали нам некуда идти он спасителю ни у какой религии нету спасителя а только он вот мы если вы зарядите мое имя вот это мои ресурсы здесь так называется вот мое имя все прочитаете лапкин и гнати во свете библии это youtube у нас 14 тысяч 140 роликов тысяч мы строим с нуля православную деревню тут море информации море все книги мои помещено у меня вышло 38 томов только в печатном виде и вот теперь я я спрашиваю в доме мулы и ночуем и вы зарядите и гнать и лапкин мусульмане и вы на него сразу выйдете в доме мулы мула стоит рядом его жена какие прекрасные люди какое огромное у них состояние есть вот она на четырех языках знает арабский свободно считает закончила консерваторию высшее учебное заведение в университете преподает он стоит рядом грузин православный принял мусульманстве теперь он у них мула и он на шести языках разговаривает понятно какие какого уровня и вот мы беседуем во христе все это вот водами все умирают все согласились мусульмане но как дальше то они не могут от никак ну добро делать но добро он уже приговоренный в камере смертников его казнить сегодня вечером будут какое добро он может сделать но он миллиарда даст но он не спасся нужно чтобы кто-то за него заплатил этот долг какой того человека который убил что он поднял его живым принес плату за страдания никто не может а это сделал христос я работаю где как работа а сколько мне лет на церковь работают вы думаете мне сколько лет 80 а я прошел тюрьмы тюрьмы за слово божие в лагере сколько бывал среди мусульман меня туда отослали вот как бог делает я 26 лет мучен у меня руки все вывершено у меня все отнято и у меня все есть я 35 лет стажу имею рабочего я живу барнауле алтайский край 35 лет стажа у меня пенсия 8000 141 рубль 303 копейки представь себе почему а я прораб я прораб мне не давали работать меня жали все время я начальник детского лагеря образовал лагерь православный и без помощи государства ни копейки не дали тысячи детей поднял 45 лет начальник и мне ни копейки не дали меня только давили и давили но я не ожесточился я прославляю бога как нам ехали из франции из бразилии откуда только не было из канады такого лагеря нет нигде у нас были мусульмане и кого только не было и баптисты алтайский край барнаул я начальник детского лагеря повторяю вы если зайдете на наш youtube там все есть только о лагере 475 роликов во свете библии youtube все снято мы несли не лепим просто как вот живьем сняли так и поставить я с вами беседую и люди увидят как мы с вами беседовали какая у нас хорошая была хорошее отношение у нас все выставляется мы ищем добра мира я вот где был мусульманских мы шесть республик прошли турцию во франции встречали ни одного мусульманина я не встретил который бы к нам относился плохо мы дорогой едем из города выехали мы расстилаем военную палатку как дастархан становится на молитву а потом последнем поклоне склоняемся ну как мусульмане ну это от нас вышло далее у нас тут у мусульман тоже есть эти щетки называются ну их там сколько у нас 100 сотни сын и вот если мы где-то молимся а мы выехали я библиотеки мира мы проехали 650 городов от владивостока до лиссабона от тихого до атлантического океана приба прошли прибалтику республики скандинавии север 650 городов я подарил полностью 38 томов подарок сделал на 35 миллионов а откуда деньги бог я молился и незнакомый люди жертву что мы доехали на только на горющее в одну поездку 440 тысяч ушло это не игрушка я живого бога знаю я ему молюсь и получаю ответ я рассказываю люди ну него же может быть я спрашиваю даже мусульман вы так молитесь да нет у нас как вот что дал той мы даже нести я говорю мы ситуацию меняем почему молитвой бог слышит и меняет ее мы меняем настроением вот и дальга есть такая такой фильм и там мозг мусульмане они там через пустыню там чуть не тысячи километров на конях то и у него конь попал трясину но там американец ему бросает лассо вытягивать не надо я попала то воля аллаха конь утонула я утону да почему же нельзя то аллаху то но ты маленько не туда заехал с дороги то ну при чем тут аллах то аллах дал тебе глаза на берёвку ты вытащил его оттуда у нас нет такой что без отсчета чтоб сидел мы просим бога вот я говорю я первую книгу издаю а денег-то нету предоплату собрал но дальше-то тысячи где я возьму я тогда пришел вас одна сестра болела его ринка надежа павловна и игорю когда умрешь там попадешь в рай она причащалась такая добрая добрая и там подойди к николе чудотворцу он жил четвертом веке он любит помогать бедным попроси его чтобы он мне помог книгу выкупить какой наказываю как умрешь пройдешь 40 дней надо идти мытарстом это таможни а но пил не пил вино то этот где таможня вино там винопитие мусульмане все пройдут легко а православные там кверх ногами будут стоять потому что пьют и вот проходят а меня люди спрашивать ну как я говорю так 38 день то наконец 39 уже звонки идут ну что нибудь ответ есть какой не знаю я молюсь 40 день полдня прошло нету и вдруг дверь стучится один человек заходит это вы лапкины я вы говорили вам деньги нужны да я вам дам деньги но только никому чтобы ни один человек не знал что я у вас был то есть меня преследует папу я говорю надо не за деньги делать надо жертвовать собою я им показываю что они обманывают людей крестят мокрой ладошкой дай деньги этот человек вытаскивает деньги у него саквояжик с собой я в этот день первую книгу стихов выкупил это газета напечатала помощь того света если вы просто так а то знали вот просто так у меня голуби а я статья такая злого человека голуби не водятся и ястреб хищник хватает самых лучших а у меня голубей там шесть пород там бакинские и каких только нету я ничего не могу сделать стрелять в городе куда стрелять когда город же тогда два священника приехали его давайте думать что делать он у меня уничтожает голубятню тогда взяли мы крест сделали деревянный но небольшой там из реек и водой святой полили на него и молодые ребята пошли а я калаоби живу город это река опь и перед ней деревья растут и они залезли там на тополе прибили его больше ни разу ястреб не пролетел только видели он вдоль пролетал вдоль туда а суда даже ни разу не завернул ни разу это если бы я делал и говорил после а только все знали они прибывают а ястреб уже сидит летать я голубей выпускаю в воздухе хватает и больше ни разу не был живая молитва живому богу живому и бог отвечает вот поэтому я вот был где в тюрьмах вот когда я вышел у меня навык то большой 26 лет стажу я сотрудничаю с тюрьмой повторяю преподавание детский лагерь все я делал бесплатно я ни копейки нигде не брал это бог так сделал то и вот здесь когда начинаем работать я иду по камерам со мной охранник идет охраняет открывает я подаю там им материал какой чистой бумаги иногда даже ну что то что разрешено там яйца на пасху дали покрасили я гляжу а здесь мусульмане есть есть а вот там щурка с глазами так пусть подойдет я в первую очередь им помогаю на меня православные даже не недобро смотрят еще мусульманин не так он чужой среде чужая еда чужие отношения ему надо поддержать дух его у нас рассуждения другие а если еврей а мусульмане все захватили головы режут бороться надо надо как любовь я любовью могу сокрушить кости ему он нуждается а я пришел я рассказываю такую как сказку у нас деревня была а в россии погибло 21 тысячи сел ну и наши потом через 20 лет мы получили статус верующие собрались государственные открыли это разрешение с краевой администрации ну и все и там старые сады сохранились там малины а в это время приезжает и говорят там такой разбой был там мусульмане приехали сюда одного там подстрелили где-то но он ушел ушел и не могут найти случайно у вас не был его зачем он здесь будет нету но я пошел малину то брать ну и зашел маленько дальше где все то малина колебнулась маленько ветра нет я подумал кто то есть я заглянул а лежит человек вижу он тянется у него оружие автомат с собой я говорю я верующий я христианин я вас не трону и не выдам он показывает руки рано какие простреляны я говорю еще нет у меня днем второй раз идти меня заметят подожди до вечера я вечером приду я пришел там принес там перевязал я грунам бессионерская поездка ты откуда да ищешь не там сакса воюрский или какой-то район такое я бы помог тебе больше но ты дай мне слово а какое во имя аллаха если ты в него веришь ты во христа то не веришь он говорит нет во имя аллаха что ты никогда больше не будешь убивать я постараюсь тебя доставить домой в целости и сохранности и здоровым да это не может быть меня схватят я еду туда у меня специальная газель грузопассажирская она ящиками с книгами я тебя туда заложу и все мы быстро туда доедем для нас это мы в день проезжайте на тысячи 30 километров три дня и ты будешь дома согласен я говорю перед аллахом помолись помолился я вещам пришел все принес ему еды у нас пост сейчас есть нельзя мясо то ну у нас есть я батюшку попрошу он баранов держит а ты будешь есть конечно ну он поправился довольно быстро рано не зараженная когда поехали даже не может быть у кого ник я никому не сказал знал только кто со мной была команда наша знала и все нигде никто нигде не скажет доехали на место он вышел радости родителям нет конца но он же мусульманин я ему еще сказал веру этого христа он уверует если надо но он увидел что христос любит его я христианин понятно этого быть не может вас самого надо арестовать вы боевикам помогаете ну арестова я уже отсидел счеты ко мне привязался то ты этого не сделаешь я знаю что надо любовью побеждать у меня дедушка вот смотрите у меня мама мама звать ее мария егоровна отец ее и горы ларионович и вот казахи приезжали через их село карповка у нас тут тименсовский район то но их казах это не христи мусу басурмане а он их привещал дед мой и они заезжали у него ночевали сейчас скажу да вот что говорите он где дед дед мой дед мой привещал этих как жалко то вы меня не слышите жалко что не слышите ну тогда все желаю веровать во христа жить по любви во славу божию до свидания а велик иисус акбар иисус акбар иисус акбар